Я сегодня привезла вас и хочу вам показать одно из таких интересных также мест здесь в Англии у нас на острове Айла Уайт. Это место называется Quarry Abbey Street. Вот как мне рассказывал мой муж, когда он меня сюда привел, и мы здесь гуляли. Здесь живут такие одни из наиболее состоятельных английских семей. И вот он назвал это Posh Place. Значит, ну и вот я вам примерно покажу, как это все выглядит. Ну вот такие вот бангала. Вот это двухэтажная бангала. Кажется, что ничего особенного нет. Но тем не менее, во-первых, вот эта вот территория, обратите внимание, здесь, если вы слышите опять же пение птиц с утра до вечера, здесь огромные парки, огромные лесные такие массивы. И вот эта улица, она скрыта далеко от назойливых глаз. Ну не так уж и далеко, в принципе, почти рядом с райдом. Если пешком, то 10 минут на машине вообще рядом. Ну вот это место именно ценится тем, что здесь очень тихо. Я не знаю, видно вам или нет. Вот такой шикарный дом. Это уже не бангала, это уже огроменный дом с цветами, с маленьким газончиком перед домом. Вот. И написано SD Bishop Builders и его номер телефона. Бишоп это католический священник. Довольно-таки высокого ранга. Почему он занимается Builders, не знаю. И вот здесь даже у них, вот, консерватори. Консерватори, как она тут по-английски. Вот эта вот белая пристроечка, такой типа летней веранды, застекленная, называется консерватори у них. Вот здесь консерватори такая. Ну и вот, можете обратить внимание, если вам видно, очень красиво оформлено старое дерево. Очень старый пенек, на котором практически уже ничего бы не росло и не растет. Но здесь сделано вот таким интересным памятником. Видите, кошка, собака и мышка. Идем дальше. Вот еще, обратите внимание, вдали еще одно очень красивое двухэтажное здание. Это вот коричневый кирпич. Он у них весьма популярен. Вот, посмотрите. Там дальше private территория. Я дальше не пойду. Я вам просто показываю. Вот тут это постройки уже какие-то, наверное, хозяйственные. Вот так выглядят у них. Наверное, может, в том доме сзади прислуга живет. Вот так. Вот чем дальше вглубь по этой улице мы с вами проходим. Тем больше интересных и красивых домов нам открывается. Вот еще один домик весьма зажиточных англичан. Вот такие дома, они обычно... Вот это гараж зеленый. Они обычно, конечно, рассчитаны на большую семью. Но если у людей деньги есть, они могут купить и на маленькую семью. Но вот там обычно у них... Это называется хаос-бангало. Очень любят они такое. Там у них есть 4-5 спален, 2 туалета. У каждой спальни своя большая ванная комната. Вот. Такой дом стоит где-то, наверное, полмиллиона. Фунтов я имею в виду. Ну вот еще такой довольно-таки модерновый домик. Наверное, недавно построен. Но вот он все равно на этой улице, Пош-улице. И обратите внимание, сзади за ним это абсолютно натуральный бор дубовый. Вот так. Огромные дубы. Огромная территория вокруг. Поэтому этот домик тоже только для богатеньких. Ну вот чем дальше мы углубляемся по этой улице, идя, может даже показаться, что мы где-то в парке. Но нет, друзья мои. Это продолжается. Вот это Пош-плейс. И вот сейчас я вам покажу. Тут везде будут все больше и больше таблички. private area, private area, no entry. Вот, например, как вот эта. Великолепная. Не знаю, видового или нет, но выглядит шикарно. Такие старинные. Это похоже, что это очень старые какие-то виллы или усадьбы. написано private. Ну вот. А я попробую пройти туда дальше. Не буду вам мой поход показывать. Сейчас включу камеру, когда подойду. И вот я вас привела к самому дому. Мне пришлось идти по этой тропинке. Не тропинке, а дороге. Private. Довольно-таки долго. Обратите внимание. Практически замок. Какая территория вокруг. И вы знаете, я сейчас, честно говоря, даже побаиваюсь подходить близко. Я вам сняла издалека. А когда я только сюда приехала, я была настолько безбашенная. Я везде гуляла. Мне было интересно. Я же привыкла по-нашему, по-советски. Если есть дорога, можно идти. И я вот пошла туда дальше. Вот туда. Там у них всякие постройки. И там дальше очень большая территория. Видите, вот этот вот проход. Очень большая территория. Я туда пошла. И я вышла на берег нашего пролива Соланд. Открытый океан. И два бассейна на берегу. И, в общем, красота неописуемая. Вот так живут ребята. Это вот то, что я вам говорила. Встречается. Все чаще и чаще. Почти везде. Ну вот, слушайте, я дважды пробежала туда и сюда. хотела вам показать. Вот именно вот этот вход. Три года назад. Вот видите, сейчас тут очень страшные надписи. Все close. Телевизион камеры. 24 часа видеорекордин. То есть, их ей уже заходить нельзя. А вот я, а я хотела вам как раз показать. Вот видите, там дорожка. я никак ее не могла распознать и не могла найти, где же она. Хотела вас сводить и показать. Там вдалеке огромный дом. Старый-стар. Он был настолько заброшенный, что мне даже хотелось туда зайти, постучаться. Там был какой-то огонек, кстати. Стояла машина, тоже очень старая. Мне хотелось зайти и спросить, а вам тут не надо ничего помочь. За вами поухаживать, мало ли. Старый лорд какой-нибудь одинокий. Ну вот, похоже, что я опоздала. За ним уже поухаживали. У нас установили камеру. Вон, видите, камера. И туда уже не пройдешь. А я радостно искала это место. Хотела показать вам. Пройти с вами вот по этой дорожке. Слушайте, там такой великолепный сад зимний. Там такой великолепный дом. Вот тут, который я вам первый показывала дом. Это ничто по сравнению с тем, что здесь. Ну, друзья мои, не судьба. Вот не прошло и три года. Вероятнее всего этот старый лорд умер. И вот это вот огромная территория. Вот она, видите, сейчас я отойду назад и вам покажу, как она теперь выглядит. что вот вот так. Я же говорю, что эти устрашающие ворота я даже не поняла, что это именно то место, в которое я вас хотела проводить. Вот так вот, друзья мои. Как жаль, как жаль. Ну, и вот еще одна private area. опять вот вход туда вглубь. Слава Богу, ничего не закрыто. Похоже, что здесь живут. Обратите внимание на вот эту великолепную колонну с этим вот памятником. Как вы думаете, сколько ему? Сот лет. Вот такие тут. А вот это вот при входе такой шикарный дом. Просто теремок. А вы знаете, это дом охраны. Всего лишь навсего. Можете иметь представление, что нас ждет впереди. Сейчас я пройду и включу камеру опять. Ну, вот там, друзья, это дом. Дворец или как угодно сказать. Это типа наших рублевских, наверное, рублевских дворцов. Вот здесь тоже. Слушайте, это так смешно. Я зашла же, в общем-то, самый глуп вот этой правит территории. И мне прям страшно. А когда я только сюда приехала и гуляла везде, представляете, я была настолько глупая. И я, не имея ни паспорта, ни британского гражданства, меня могли бы вообще арестовать и отсюда прогнать. Но тем не менее, я везде ползала, ходила вокруг и сзади туда. И даже ходила тут у них огромный сад, там беседки, дубы. И я ходила, там сидела, наслаждалась китайскими розами вокруг. И меня ни разу никто тут не схватил. А сейчас я посмотрела, мало того, что вот здесь две машины стоят у входа. Сейчас я немножко пройду подальше из-за кустов вам, чтобы видно было лучше. Вот такой домик. Сколько он стоит, я вам ваню приложу. Так вот, две машины у входа и еще там пять ванов микроавтобусов стоит сзади меня. Так что я побежала. Вот еще одна огромная вела и вход туда. Слушайте, везти вас туда или не везти, я уже боюсь. сейчас попробую пройти. Ну вот дом прислуги. Друзья мои, слушайте, а вы догадались, я думаю, чем отличается вот это вот Пош стрит английская богатых лордов и наше Рублевское шоссе в Москве. Догадались? Я думаю, да. Потому что на Рублевском шоссе шестиметровой высоты заборы и вы бы никогда не смогли вот так зайти на территорию прайват. Вот так. Ну и вот еще один чудесный Пош дворец. Он очень длинный. Я его с угла здесь, да гараж здесь на углу я с угла вам стала показывать. Потому что, как я уже сказала, боюсь, что меня сцапают просто и засветят все мои вам картинки. Ну, надеюсь, что, может быть, такого и не случится. Сейчас немножко пройду туда дальше. Судя обалденный гарденпарк. Вот. Вот такие Пош дворцы в Англии у богатых лордов. Понравилось вам? Ставьте лайк.